Здравствуйте, меня зовут Светлана. Прекрасная погода, прекрасное настроение. И сегодня тема нашего ролика Почему магазинное мясо вкуснее, чем домашнее? Нет, вы ошибаетесь. Домашнее мясо намного вкуснее и еще намного полезнее для нашего с вами организма. Чтобы получить хорошее, вкусное мясо, как говорится, надо приложить некоторые усилия. Вот у меня за спиной мои индюки. Им уже 4 месяца. Мы начали забой. Где-то мальчики у нас от 12 до 15. Девочки у нас где-то 9-10 кг. Кормление. Там на моем ролике есть все от начала до конца. Сейчас кормление. Морковная ботва, кормовая. Крапива своя, как говорится. И капустный лист. Это плюс к тому, что они съедают овес, кукурузу, чуть-чуть уже комбикорма, потому что это их конфетка, как для нас с вами, пирожное. Вот. И все. Как говорится, ничего сложного, ничего обычного. Смешанное кормление, конечно же, это трудозатратно. Это ваша энергия, ваши силы. Но оно приводит к очень хорошему результату. Мясо получается шикарное. Его можно есть даже губами. И оно жарится и варится моментально, потому что птица молодая. И когда входит состав травы, ну, это по возможности, как говорится, то мясо будет очень нежным и сочным. А сейчас о кроликах, наших любимых зайчиков. Многие не любят, конечно, кролика. Просто не умеют готовить. Мясо кролика идеологическое и очень полезно маленьким детям, когда начинается прикорм. Чем мы кормим своих кроликов, чтобы получить хорошее, свежее и действительно мягкое мясо? У нас кролики на угу идут где-то 4,5 месяца. Кормим им трава. Сейчас вот у нас растет клевер, сено, солома, овес. Сейчас у нас травы моря. У нас такой район, где можно косить постоянно. А так ничего сложного. Вот они у нас уже доедают. Это от кукурузы. У нас вся кукуруза уходит. И они ее съедают, выедают то, что уже совсем к земле. Мы просто потом носим перегной. То есть это переработчики всей зелени на мелкие-мелкие части. Мясо получается живое. И настоящее. Оно не твердое. Оно сочное. Мы делаем из него и тушенку, как говорится, и тушим. Вот это вот, чтобы мясо кроличье было вкусное. Потому что многие покупают и говорят, у мяса кролика тоже невкусное. Если кормить конкретно чисто комбикормом, кролики быстрее набирают вес. Нам с вами намного будет легче. Но мясо будет совсем-совсем другим. Ну вот, также, как вырастить вкусное мясо бролеров? Задают вопросы. У нас мясо губами можно есть, потому что это не только, как говорится, я лично говорю. Это говорят люди, которые у нас покупают. Мы немного продаем мясо, потому что держим немного, небольшое хозяйство. Но мы действительно вкладываем в это мясо всю свою душу. Бролер сейчас сидит. Комбикорм, как всегда, положено. Но у нас зерносмесь, зерносмесь с кабачками, видите, наложена везде. Они уже у нас покушали. Сейчас пойдет свекольная ботва. У нас свекольная ботва делится листики им, черешки у нас идут уже, как говорится, индюка. И все, постоянно трава, мокрица, лебеда, все, что можно. У нас там ролики есть, первую партию бролеров мы уже забивали. Я применяю вот эту технологию выращивания, как говорится, на естественных кормах. Ну, конечно, без комбикорма тут никуда. Конечно же, намного проще. Насыпал комбикорма, налил воды, и все. Мали, конечно, большое поголовье так держать нельзя. Поэтому я держу маленькое поголовье для себя, и чтобы возместить свой труд, который я в них вкладываю. А вот, как говорится, ничего сложного, ничего, как говорится, противоестественного. Единственное, я никогда не применяла и никогда не было у меня даже, как говорится, задумки применять для бролеров свиной комбикорм. Многие его применяют, а применять его категорически нельзя. Почему? Потому что все составы, которые рассчитаны в комбикормах, вот эти комбикормы, они рассчитаны для птицы, для свиней рассчитаны. Даже процент соли другой, процент протеина другой, процент аминокислот другой. Ну, по сути говоря, да, он дешевый, поэтому многие кормят им, но мясо получается невкусным. Но это лично мое мнение, как говорится, я всегда, если утверждаю, то утверждаю только свое мнение. Поэтому выбирайте сами, что вы хотите получить, вкусное, здоровое мясо, которое полезно будет нашим детям, или просто большой размер тушки. Мы вот так выращиваем свою птицу, там есть, как мы первых выводили, как мы все делали, вот этих я покупала, потому что не думала, не гадала, но решила. Но это поздняя птица, мне очень нравится, смотрите, и месяц, их уже туда-сюда можно будет забивать. Еще месяц, еще они у нас, как говорится, парникеденькие, солнечные у нас будут, но они уже оперились, морозов таких, минус 30, у нас не будет. Так что мы вот так держим свою птицу, получаем хорошее, здоровое мясо, правильно, оно отличается. Многие спрашивают, почему в магазине другое мясо? Да потому, что в магазине существуют другие технологии выращивания этого бролера на птицефабрике. Никто им на птицефабрике траву не носит, конечно же, там темпы выращивания свои, технология своя, а так как мы хотим получить хорошее мясо, они, как говорится, должны получать еще и траву, траву, кабачки. Можно их, конечно, и выпускать на улицу, они вот тут чуть-чуть выбегают, но вот те шустрыки быстро куда-то по сторонам улетают, эти-то не уйдут. Многие держат бролера в маленьких помещениях, чтобы они не ходили, но мы держим в больших помещениях. Во-первых, птица не садится на ноги, потому что она постоянно двигается, видите, постоянно карапуза, если они теперь еще дерутся, вот, мышцы их не развиваются, поэтому масса тела набирается хорошо, и птица сама себя, как говорится, носит. Вот так что, думайте, когда вы заводите, что вы хотите получить? Вкусное мясо или большой размер тушки? Многие пишут там до 5 килограмм, 5 килограмм, это мясо уже жесткое, кто бы со мной что не спорил. А вот эти мы тогда забивали, первые были 2 800, 3 500, вот мясо молоденькое, жарится полчаса и готово на сковородке, хороший шашлык получается из него. Что вы хотите получить? Ставьте перед собой задачу, и вы выполняете задачу. Чтобы получить хорошее вкусное мясо, наше кормление начинается с крапивы и заканчивается крапивой.